здарова танкисты всем привет с вами серёга с вами эндомит и сегодня у нас очередной обзор танков наши любимые игры world of tanks у нас на обзоре объект 283 средний советский танк 9 левела задним расположением башни акционной машины которую сейчас можно получить в нашем новогоднем ангаре играя за жетоны в рулетку назовем это так вот падает в основной массе игрокам это тачка в аренду я лично не знаю пока еще ни одного игрока кому она упала навсегда и предлагаю обзор по этой тачке уже делать с бронирования погнали и так вот наша ст-шечка объект 283 ну и начнем с корпуса с нлд нлд в нижней самой части у нас 110 миллиметров но в приведенки дает аж немыслимых как для ст 258 по краям там ну есть ну 258 что тут говорить чуть выше центральная часть такая ближе к влд 220 231 ну по краям тут закругленная все это дело там уже невероятные там 350 до сюда ему уж точно лучше ближе к каткам не стрелять не стрелять а в лд 120 миллиметров переденки 222 а здесь ближе к ручку мехвода 276 и система пишет рикошет больно уж сильный наклон брони здесь 280 300 тоже хороший наклон 400 там уже 500 вот есть вот такие небольшие щелочки у корпуса вот я даже не знаю что это за крышка такая на корпусе там 170 но они настолько тоненькие что ну попадать туда будет закидывать очень сложно а учитывая что этот танк снайперский больше можно сказать да такой в упоре вы его особо часто не увидите и на средних и больших дистанциях закинуть сюда будет крайне сложно по башне 260 рядом со стволом маска орудия 700 300 от внизу есть этого треугольничек 100 да не подождите вот здесь 197 а ниже есть щель да я тут видел на сотку да но она очень тоненькая ладно 500 500 под стволом 200 грубо говоря дальше у нас по центру самая ослабленная зона здесь 268 268 250 там грубо говоря ну и расходится все до 300 500 внизу тоже самое а верху башь 285 330 не шьется не шьется планка сверху не шьется дверь ну да есть очень маленький тоненький лючок и танк сейчас вот кстати неправильно вот так в этот лючок практически видника не будете там 123 боковое бронирование у нас такой гнутый корпус чуть-чуть да как у америкосов 8080 фальшборд 188 может ли он танковать от борта конечно может тут невероятная броня невероятная и соответственно вот эту часть вы и не увидите просто вам не покажут ее вот здесь ничего не бьет слушайте он от борта вообще просто колоссально может танковать вы посмотрите тут вообще ни одной ослабленной зоны короче это король танкование от борта как супер тяжелый танк ну что в целом сказать по бронированию ну господа очень крепкий корпус невероятно крепкий ну за исключением вот этой центральной части то есть одной все остальное ну прям огонь это не анти ст это анти т т т т броня по башне тоже все огонь только под ствол можно накидывать ну и щеки голдой это девятки и десятки на восьмерках извините свободных башню вы ничем не вы ковыряйте да и как и в лд да и как и нлд короче крутейшая броня просто немыслимо крутейшую так с броней разобрались имба по броне так смотрим орудия 100 миллиметров к у нас 360 альфа приятная альфа 226 пробития основным ребята голдой три сотни три сотни до а девяточки до 9 39 9 запятая 39 заряжается пушка секунды общий дпм 2 300 точность ну не прям супер но неплохая 0 38 время сведения более-менее две с половиной секунды интересно по полевой модернизации да мы ее естественно качали наставил в аренде что же нам нужно а нам нужно повышение жизнеспособности обязательно у вас ну критовать очень модули будет у вас танк заднем расположении башни с это не поставить вы будете без быка без двигать без всего ездить на нем воевать так здесь а что нам нужно здесь от разброс при движении ходовой а мы не будем в основном стрелять при движении поэтому я вам точность рекомендую улучшить на этой машине здесь к максимальной скорости назад круто незаметности после выстрела мы все-таки снайперский танк и будем больше из засады работать мыслю так и здесь у нас что запас прочности машины скорости сведения вот тоже важно все вот так вот качаем полевую модернизацию так смотрим дальше знать что касаемо оборудования а но я все сделал на на пушку на стрельбу поставил досул быстрее заряжаться стаб стаб здесь я думаю нужен и важен вот досул и это ну и плюс вентилятор поставил чтобы вообще все еще по чуть-чуть улучшить и думаю что вот такая сборка для этой тачки наверно оптимально правильная по снарядам основной ббх летит 950 что принципе неплохо даже вполне себе неплохо голда летит 850 голда здесь аккумулятивный снаряд обязательно ставьте ремку аптечка автоматический огнетушитель я поставил до паёк экипаж 4 члены экипажа перки вы сейчас видите перед собой по увн ну соответственно советский танк значит их нет минус 6 все забыли по хп 1600 что для среднего танка на девятом левеле более менее нормально по мобильности все хорошо 50 вперед 18 назад 17 плане лошадей на тонну отдельная мощность как это елка надоело вот по незаметности тут тоже все более-менее нормально незаметность да у нас качано у всех 30 процентов неплохо по обзору тоже ну хотя нет стандартный параметр 424 метра такой не плюс не минус по плюсам минусам машина отличная броня просто невероятная от борта и в лоб по пушке тоже в принципе плюс за исключением только отсутствие увн по подвижности плюс по незаметности плюс по обзору не плюс не минус на норма да а где же у нас тогда минусы а минус у нас как раз основной вот лично для меня это отсутствие в в остальном же это ну по параметрам выглядит я причем на этой тачке уже сыграла разочек вот хочу сказать что неплохая машина так что отправляемся в бой давайте пощупаем посмотрим как играется объект 283 случайных боях погнали так попали на границу империи у нас обзор боем советский средний танк задним расположением башни акционный объект 283 который сейчас можно выбить за жетоны в новогоднем ангаре до в аренду он у меня к сожалению не выпал на постоянной основе ща мы его будем тестить арты нету поэтому принимаем решение поехать направо и будем по джей к линии что-то там исполнять ну подвижность как у тяжелого танка коим он не является я может разгонится разогнался лава слышь ты а а а а а а и 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 Попадание. О, кто это там? Есть вазику. Вазику на глазику. Фазочки дали. Фазочки еще дали. Хорошо. Эх, не попали. Жалко. Не попали. Промазали. О, Шкода. Нифига себе. Нифига себе тут. Надо отсветиться. Не, ну я уж совсем нагло и широко выходил. Заслуженно получил. О, хорошее, точное орудие. Так. Что это там? Т-103 дурит. Пробитие. Ребят, ну 2-200 наковыряли. Попали. Не, не, пушка здесь реально точная. Хорошая. 3К суммы дали. По орудию вопросов вообще нету. Сплошные плюсы. По орудию вообще огонь. Ну все, все, тут уже все отлетают. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. БЗ убегает. Не пробили. Ну и ладно. Все, размолотили победа. Все круто. Едем к итальянцу, если успеем, что вряд ли. 3К почти настреляли, 400 насветили. К итальянцу мы вряд ли успеем. Хотя бы тычку дать. Его сейчас просто разорвут. Нет, ну никак, да. Ну, вот такая вот машина. Из моих замечаний по этому танку. Из плюсов. Это крепкий корпус. ВЛД, НЛД в целом. Кстати, какая броня. Очень прикольное орудие. Прям не знаю, прям все снаряды противники магнитят. Нормальная подвижность у машины. Ну, более-менее вменяемая. Вот. Быстрые снаряды. Хорошая скорость полета. Поэтому, в принципе, да, хотелось бы в ангар эту тачку получить. Было бы неплохо. Кстати, первое место по урону заняли в команде. Вот так вот. Ребята, кто ее пробовал в аренду, либо кому посчастливилось, и она упала, пишите в комментариях, какого вы на ней ставите оборудование. Мне, конечно, хотелось бы турбинку влупить, но, я думаю, вентиль здесь тоже к месту. Вот. Можно даже еще с улучшенным, может, прицелом попробовать. Не знаю. Как по мне, ну, ничего. Хотя я, честно говоря, не люблю советскую ветку с задним расположением башни СТ-шки. Вот. Она мне не нравится. Там все машины. Я считаю, это вообще худший веток. Но эта машина как-то ничего так зашла. Вот. Так что ставьте лайкос, подписывайтесь на канал. Я говорю, до скорых встреч. Пока. Поддержи брата-танкиста лайком под этим видео, подпиской на канал, ну и, конечно, прожми колокольчик, чтобы быть в курсе всех новых стримов и самых последних обзоров по нашей любимой игре. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok